В тот день волонтёры Наталья и Олег привезли гуманитарную помощь в одно из прифронтовых сёл Донецкой области. Почти все дома там разбиты, но в некоторых ещё остались жители, пожилые люди. Супругов волонтёров местные знают давно. Они помогают жителям с начала полномасштабного вторжения. Мы то, что говорили, сделали. Привезли всё. Всё лукинично. Слава Украине. Героям слава. А вы, чтобы нормально домой доехали. Доедем, хорошо. Но в тот день в планы волонтёров вмешались российские оккупанты. Когда их бус переезжал в другую часть села, его атаковал дрон-камикад за противника. Пытался маневрировать, но от столкновения с беспилотником уйти не удалось, рассказал волонтёр Олег Панченко. Увидел, что он летит. Я был за рулём Мерседеса нашего. Летит в окно моё водительское. Он упал. Вернее, попал в двери и колесо. Тут же раздался взрыв. За мгновение до него Олег успел буквально выбросить жену из кабины. Для того, чтобы сохранить мне жизнь, он выбросил меня из автомобиля. То есть взял на себя весь удар. Мужчине осколками перебило ногу. Взрывной волной выбросило из машины. Начал ползти. Смотрю, нога держится на штанине. Сколько там прополз, Наталья уже бежит. За помощью обратились к военным. Они эвакуировали Олега в безопасный район. А затем перевезли в Запорожье. Они нас эвакуировали. Довезли до парамедиков. Ребята-парамедики – боги. Они совершили невозможные вещи. Сохранили ему ногу. В темноте всё это делали. Они спасли нам жизнь. Военные успели раздать жителям села продукты, которые были в волонтёрском микроавтобусе. Когда начали выгружать воду, машину снова атаковали дроны. Об этом узнал уже в больнице, говорит Олег. Хорошая машина. Хорошая машина. Очень жаль. Сейчас мужчина находится в стационаре. После ранения в ноге остались осколки. Впереди полгода лечения и реабилитации. Но он уже планирует после выписки вернуться к волонтёрской работе. Олег Притыкин, Борис Яковенко. Из Запорожья. Джетелеканала «Фридом».